Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт! Меня зовут Сагиров Иван, и сегодня, как всегда, секреты Скайрима. Точнее, не как всегда. Не как всегда! Блин, я как всегда волнуюсь, ребят, и я нашёл такой секрет. О котором никогда не знал. Ну как так? Как так? Игре уже столько лет, а я постоянно нахожу что-то новое. И, между прочим, это уникальная магия. Да, это магия зачарования, о которой я ничего не знал. И я хочу вам показать. Ну что, ребят, давайте отправимся. Я, как всегда, своим каджитиком на первом уровне. Первый. Первый, первый. Знаете, что ещё узнал? Это вообще невероятно. Смотрите. Вы только посмотрите. Муравьи. Му-ра-вьи. Как? Как я не мог их видеть раньше? Это что, добавлено в Special Edition или с последним патчем? Ну почему? Я недавно увидел у одного парня видео. У какого-то заграничного... Не знаю, сейчас очень популярны темы по секретам Скайрима. Они просто взрываются. Ну, начинают показывать те же самые секреты, но только в другом амплуа. Ну, я считаю, это классно. И показали вот такую вот фичку. Фичу. Вы только посмотрите. Я видел на скейншотах, я думал, они, знаете, ну просто стоят на месте. Ну, типа сделали муравьи. Но они ползают. Чёрт. Вы только посмотрите. Между прочим, это не везде такое. Это только на некоторых локациях. Ну, точнее, на некоторых пеньках. Я такой... Вот это да! Вот это жесть. Господи, обожаю эту игру. Обожаю. Ю, какая игра ещё принесёт столько удивительного, столько нового, столько эмоций? Какая игра так долго будет продвигаться? Блин, сейчас, конечно, куча, куча этих шуток, что Bethesda наваривается на игре. Ну, блин, в такую игру нужно продвигать. Игра, которая до сих пор продаётся. И сколько лет? Это в 2011-м она вышла. Вышли обалдельнейшие DLC. И многие уже начинают бомбить беседкой. Начинают сначала один ремастер, потом VR. Сейчас прикалываются, что выйдет на мобильное устройство. Господи, пускай выходит. Я буду только рад. Честно, ребят, была бы у меня возможность, я бы купил себе и на Nintendo Skyrim. Купил бы и VR. Как там правильно, да? Ну, вы меня поняли. Блин, ну как, как, как? Я постоянно играю в неё и постоянно нахожу что-то новое. У меня есть основное прохождение, где я реально прохожу Skyrim. Сначала начинал со ванильного, а потом перешёл на Special. Слава богу, что сейвы мои можно было перенести. Но обратно нельзя. То есть вы можете, если у вас Skyrim легендарное издание, перенести ваши сейвы на Special Edition. Но наоборот, наоборот у вас не получится. Не получится. Ну что, ребят, мы бежим, в принципе, всё как всегда к нашему, к нашему дорогому лабиринтиану. Но нам нужно немножечко раньше. Я вообще в шоке. Я этот секрет, для меня это секрет, ребят. Нашу просто, когда проходил вот этот вот лабиринтиан, ну, пробовал его проходить. И потом думаю, как? Как я не знал этого? Ладненько. Сейчас мы уже чуть-чуть осталось дойдём. Обалдеть. Обалдеть просто. Я в шоке. Да, ребят. Да. Когда выйдет шестые свитки, наверное, мир взорвётся. Наверное, Steam взорвётся, потому что там, наверное, будет очередь. Будет сервер переполнен, сервер нельзя будет купить. Я 100% уверен, что раскупят, наверное, 70% в предзаказе. Это вообще без сомнений, потому что ребята просто уже, просто грызут всё, что можно, чтобы как-то себя успокоить. Уже ругаются на разработчиков, почему они так долго тянут. А вот тоже у нас ещё одна прикольная пасхалка здесь. Вау. Ну, ребят, когда он выйдет, даже прикалывается, что в 22-м году... Ну, не исключено, ребят, не исключено. Потому что, вы только представьте, это ж нужно сделать новый движок. Нужно сделать специальную программу, которая будет делать разные моды. Это целая-целая система. Ну что, ребят, наша локация вот здесь находится. Она вообще недалеко от Вайтра, она вот-вот-вот сразу же. И здесь нужно немножечко пройти. Но можно ещё пойти... Хотя нет, пойдёмте направо. Пойдёмте, ребят, напролом. Так как я коджитиком, и первый у меня уровень, у меня, по-моему, дополнительный эффект это когти. Это 15 единиц с уроном, а топорик, по-моему, наносит 9. Соответственно, мне намного выгоднее. Ведь просто... просто кулаками. Иди сюда. На! Ух ты. Не дотянулся. На! Так. Кто тут следующий? Лагерь тихих лун, ребят. Вот что нам нужно. Такая вот неприметная локация, оказывается... Ага. Теперь работа это... Понял. Она уникальна, ребят. И я этого не знал. Как? Как я этого не знал? Может быть, конечно же, эта локация будет для вас не новой, но для меня то, что здесь, это просто вау. Так, ну что ж, давайте сейчас зайдём вот сюда. Только немножечко по-другому. Там можно обойти. Обойти, 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 обойти. И пробраться по-другому. Сейчас мы отсюда проберёмся, я вам покажу, что здесь можно найти. Для тех людей, которые проходят впервые игру и на первых уровнях, это будет невероятный бонус. Конечно же, можно получить абонитовое оружие, но, ребят, не каждый сможет там попариться и пройти. Так. Ты кто тут? Так. На! Мы проходим вот сюда. Идём просто по мостику. Можно даже с теми не сражаться. Падаем сюда. И смотрите-ка. По-моему, вот здесь. А. Вот самое интересное, вот здесь должно было быть одно из оружий. Уникальных. А сейчас нету. Ладно. Проверьте у себя. Вот здесь должно быть уникальное оружие. Потому что я именно в своей игре проверял, было. А вот в новой, которая у меня в первом уровне, почему-то тут её нету. Видимо, она рандомно попадается. Или есть, или нету. Хм. Это, конечно, интересно. Ладно. Картошку не будем брать. Давайте. Тут можно открыть решёточку, чтобы зайти более просто. И. Давайте зайду. О, можно истинного. Двакина. Заходим внутрь. Заходим внутрь, потому что нас тут ждёт. Очень интересная няшка. Адепт. Ну что ж. Иди сюда. Иди сюда. На. Видели щипкалки такие? Ого. Это дядька. На. Ты. Ты. Да ладно. Во. Во-во-во-во-во-во-во. По-моему, я его забил. Сильно. Давайте-ка я, наверное, в разрушение уберу пламя. Вообще уберу тебя. Вот. Ребят, и вот она. Лунная стальная булава. Лунная. Как? Как я не мог этого раньше? Это уникальная магия, которую вы можете найти только в этой локации. Есть, да, дофига других зачарований и намного больше. Но понимаете, это зачарование уникальное. Оно только здесь. И смотрите, что оно делает. Оружие. Оружие. Вот, 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 вот. Под лунами наносит противнику 15 диз дополнительного урона от ожога. И, между прочим, эффект у него уникальный. Уникальный, черт подери. Вау. Еще, между прочим, вы можете его разобрать в пентаграмме душ и получить это уникальное зачарование. Я его попробовал на своем сотом уровне. Ого, оно нифига себе какое крутое. Я обязательно его вам покажу, когда буду проходить дальше свое прохождение. Вот, получается, понимаете, что это оружие... Так, стойте, не туда зашел. Это оружие именно под лунами действует. То есть ночью. Соответственно, конечно же, более эффективно, если мы будем... Представьте. Так. Представьте, если мы будем каким-то вампиром. Ммм? Да. Да. Ну что ж, давайте посмотрим его эффект. У него... Вот, сейчас мы на этом парне и проверим его. Своим тупым медом. Своим тупым медом. Был какой-то звук. Был. Стоп тебя. На. Ребята. Ребята, я же сейчас внутри-внутри. Оно просто не работает. То есть вы должны быть в любом случае. В любом случае вы должны быть на улице. То есть луна должна светить. Должна быть ночь. Вот как сейчас. Так. А луна вообще светит сейчас? Сейчас как-то пасмурно. А, вот, вот, вот. Есть, есть эти луны. Давайте сейчас как раз-то проверим этот эффект. Потому что внутри, как видите, оно не работает. Только на улице, только под лунным эффектом. Ну. Ха. Зачарование, главное, пропадает. Но эффекта нету никакого. Только посмотрите. Хм. Очень странно. Вау. Чуть не убило меня. Ха. Видимо, прямые солнечные лучи должны быть непосредственно. Ну, магия тратится. Хм. Ладно. Смотрите, тут также есть вот такая вот кузница. Кузница. Здесь вы можете найти, по-моему, вот в моей игре тоже еще одно такое оружие. Но почему-то именно в этой версии Special Edition, оно только одно там. И также есть заметки о лунной кузнице. Давайте их прочитаем. Лунная кузница. Кузня. Мне удалось привести кузницу в рабочее состояние. Но, повторюсь, ничего особенного я в ней не обнаружил. Это оружие явно было выковано здесь. Но загадка чар, наложенных на него, от меня по-прежнему ускользает. Пока что мне удалось установить лишь то, что есть какая-то связь между силой оружия и положением лун на небе. То есть, может, есть еще какое-то определенное положение, когда оружие может становиться сильнее, может быть, слабее. Все мы знаем, что переводы бывают неточные. Вот, 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 вот. Читаем дальше. Луное оружие, само оружие выковано из самого обычного вид металла. Но когда лунный восходит на небо, оно приобретает особые свойства. Похоже, что после захода солнца луное оружие становится чем-то вроде вампира. Ну, честно говоря, такого эффекта как-то не замечал. Он не забирает ничего. Передавая своему владельцу, владельцу, то ли здоровье противнику. Только, толику здоровье противника. По идее, это должно быть какое-то оружие вампиризма. Но, но, ребят, я, честно говоря, даже попытался, попытался, когда луны, вот реально луны на небе, именно две, пробовал что-то сковать с обыкновенного металла и думал, что эффект получу без очарования. Но нет, 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 нет. И только вот так вот. Но я еще тестировал это оружие. Был особый эффект. Почему его сейчас нет? Ну, давайте сейчас попробуем проверить. Ну, возьмем какую-то локацию. Вот, например, приют. И нужно бегать именно здесь. Это каких-то крабиков. О, смотрите, какие дружбаны. Эй, парень! Можно на тебя попробовать вот эту вот булаву? Зачарование как будто паралич, да? Но, на самом деле... Вот оно! Видите? Вот оно как! Он просто развернулся посмотреть, кто там, и я умер. Сразу несколько уровней типа качнулось. Да! Получается, вот такое вот сияние! Я такого вообще никогда не видел! Зацените! Вот! Видите? Да ладно! Ну, что ты сделаешь? А у меня блок. Вау! Я не пойму... Меня вообще ударил или нет? Да ты мазила, я смотрю. Да? По-моему, мне другой кто-то грел. Уровни качаются с сумасшедшей скоростью. То есть, вот такое вот сияние, когда мы бьем кого-то. Ну, конечно же, с великаном она не сравнится, но... Вау! Вау-вау-вау! Это, конечно, для меня был шок. С этим оружием... Я такого вообще еще не видел. Ну что, отправишь меня в космос, да? Давай! Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, и мы будем дальше. Дальше смотреть такие вот няшные секретики. Ну, для меня это реально был секрет. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И я выпускаю в последнее время часто секреты. Все, друзья. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сегер Иван. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok